Агентство по страхованию вкладов распродает оборудование банкротного Роскомснабанка за 64,5 миллиона рублей. Самый крупный лот – 160 банкоматов по стартовой цене в 39 миллионов. За 17 миллионов рублей продают 76 единиц техники. Почти за 2,5 миллиона выставлены 22 сортировщика банкнот. В 5 миллионов оценена офисная мебель. Торги назначены на 30 марта. Они будут проводиться путем повышения начальной цены. Шаг аукциона составит 5%. Если процедура не состоится, имущество выставят на продажу повторно, посниженной на 10% цене. В последующем цена лотов с июня по сентябрь может быть снижена на 95%. Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Роскомснабанка в марте 2019 года по причине нарушения антиотмывочного законодательства. В июле 2021 года арбитраж Башкортостана признал Роскомснабанк банкротом. Функции конкурсного управляющего возложили на АСВ. Имущество кредитной организации оценили в 33 миллиарда рублей. В Башкортостане не будут принимать закон о запрете свиноводства в частных подворьях. Депутаты Госсобрания Республики рассмотрели соответствующее предложение Мясного союза региона и пришли к выводу, что тотальный запрет является избыточной мерой. Напомню, идея о запрете содержать свиней в личных подсобных хозяйствах возникла в конце января из-за вспышек африканской чумы. Тогда председатель Мясного союза Виктор Фрейдин заявил, что сельским жителям необходимо перейти на альтернативные виды животноводства. Около 40% населения республики проживает на селе. Для многих животноводство это традиционный промысел и единственный способ прокормить семью. Запрет нанес бы колоссальный экономический ущерб, свел бы на нет все наши усилия по поддержке сельского хозяйства. Минимизировать риски заражения африканской чумой свиней депутаты предлагают с помощью усиления ветеринарного контроля. Также народные избранники выступили с инициативой вести господдержку для фермеров, которые переходят на альтернативные виды животноводства. Напомню, вирус африканской чумы впервые обнаружили на территории Башкортостана в конце января. Очагом стало подворье в Стерлитамакском районе. Сейчас на отдельной территории муниципалитета действует карантин. В зону наблюдения входят Стерлитамак и Аургазинский район. В Башкортостане количество действующих кредитных договоров между банками и застройщиками, использующими искровщик от счета, в прошлом году выросло в два раза, до 116. Об этом сообщили в Нацбанке республики. Общий лимит по ним также удвоился и составил 82,5 миллиарда рублей. Пик роста кредитования застройщиков пришелся на конец года. Это связано с началом реализации новых проектов. Пик роста кредитования застройщиков пришелся на декабрь. За счет запуска новых проектов сумма кредитных договоров увеличилась более чем на 15%. По мере сдачи объектов, которые достраиваются по старым правилам, и начала реализации новых проектов в строительстве жилья с использованием искровщиков, в республике ожидается ускорение темпов роста показателей проектного финансирования. Между тем увеличилось и общее количество искровщитов до 12 тысяч. С начала этого года раскрылся с 6,5 тысяч. При этом сумма средств, размещенных на счетах дольщиками, за год выросла в 2,5 раза и составила почти 30 миллиардов рублей. И в продолжении темы. В Уфе установлен абсолютный рекорд по вводу жилья. За год застройщики сдали 1 миллион 262 тысячи квадратов, 918 из которых в новостройках. В том числе ввели в эксплуатацию 6 проблемных жилых домов общей площадью 35 тысяч квадратных метров. В результате восстановлены права 411 обманутых дольщиков. Кроме того, в второй половине прошлого года заключены инвестиционные соглашения с застройщиками на 400 миллионов рублей, по которым они обязуются построить детские сады, школы и другие социальные объекты. По данным Росстата, в целом в Башкортостане в прошлом году построили почти 3 миллиона квадратных метров жилья, что на 18% больше показателей 2020 года. Поэтому показателю Башкортостан занимает второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое по стране. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро, показали разнонаправленную динамику, но незначительную. Американская валюта подешевела на 7 копеек, курс 74 рубля 72 копеек, евро напротив, подрос на 1 копейку, курс 85,37. И лучшие обменные курсы. Покупка доллара в Акибанке за 74 рубля 53 копейки, продажа в БКС Банке за 74,77. Наиболее выгодный курс покупки евро в Ростельхозбанке за 85 рублей 21 копейку, продажа в БКС Банке за 85,47. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.